СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Мария Хелосония, Кировчанка, несмотря на ее грузинскую фамилию, живущая в Тбилиси, совладелица туристического комплекса. И это может звучать как продолжение нашей грузинской линии в нашей передаче «Союз нерушимый». Совершенно верно. Ну, я барышням хочу сказать, что, кроме всего прочего, Мария приняла участие в программе «Замуж за рубеж», которая выходила на канале «Домашний». Конкретно это был 10 выпуск, я его не видела, но пару выпусков я смотрела. Правда, всегда женщинам интересно посмотреть, как там живут, о чем думают, какие проблемы. И, в общем, ты понимаешь, когда смотришь такие программы, что проблемы, по большому счету, очень схожие, если об этом говорить. Одни и те же. Одни и те же, да. И радости, собственно говоря, тоже одни и те же. Но все равно есть нюансы, и эти нюансы раскрашивают жизнь каждой женщины, где бы она ни находилась, в свои особенные цвета. И нам, конечно, очень интересно, как Кировчанка живет в Грузии. Потому что, мне кажется, надо сразу обозначить определенный момент, о котором расскажет сейчас Мария. Мария счастливо вышла замуж. Да. Но, к сожалению, брак не длился. Нет, брак длился долго. Я была замужем 17 лет. А с мужем вообще встречались 19 лет. То есть это было 19 лет... Счастливой жизни. ...беспробудного счастья. Но вот потом за три недели мир рухнул, реанимация, инсульт, и осталась там одна с тремя детьми. В Грузии. В Грузии. А где вы встретились с ним? На улице Ленина. На улице Ленина в городе Кирове. В Кирове. Как случилось? Он подошел и сказал, что меня зовут. Нет, он подъехал к двум школьницам, которые проветривались, готовясь к институту. Ко мне и к моей подруге. Одна из них была я, да. Нет, правильно подъехал. Ну, судя по всему, да. Судя по всему, да. А как вашего супруга зовут? Георгий Мурманович Келосония. Георгий Мурманович Келосония. И что, он подъехал и сказал девушке? Не бойтесь, садитесь, покатаемся. Ну, такое бывает, да. И в моей даже жизни такое бывало. Ну, нам-то было почти по 17, поэтому голова-то еще не включалась. Ну, конечно, можно ли садиться в 90-е годы. Ну, оказывается, можно. Ну, ведь на машине же подъехал. Особенно в 90-е. А еще и на Волге. Но не ошиблись ведь вы. Я думаю, это просто спасибо Богу. Я никому не советую, согласна с Марией. Не советую молодым девочкам садиться в машины. Ни в какие абсолютно. Не всегда это так заканчивается. С чужими мужчинами. С чужими мужчинами, совершенно верно. Но, к сожалению, как бы не предупреждали, все равно садятся. Особенно в этом возрасте. Это правда. Маша, расскажите, пожалуйста, несколько слов. Вот как, в конце концов, все-таки ваш роман начался в Кирове. И как вы поженились? Красиво. Цветы. Очень красивые слова. То есть традиционное ухаживание такое было. Букеты, приглашения на мероприятия. Всякие там на танцы, дискотеки. Нет, нет, нет. Ну, танцы и дискотеки, это как бы нет. За это все время шла, ну, пойдем сходим. И что там делать? Нет, скорее в гости, к друзьям. То есть Маша хотела, пойдем сходим на дискотеку? Ну, у нас было 24 года с мужем разница. Поэтому вот дискотеки, это как бы вот я тебя отвезу и встречу. Вот ты там иди сама. А как быстро вы определились, что вы поженитесь? Через два года. То есть два года ухаживали? То есть вы уже учились в институте в это время? В педагогическом. Да, и вы во время учебы вышли замуж, да? Да. Понятно. И закончили в педагогическом? Да, только другой факультет. Я училась на географии и экономике. Там уже появилась и финансовая, в том числе, возможность закончить просто экономическое отделение. Но заочное. Но, тем не менее, на географию вас все равно потянуло обратно. Ну, как, видимо, не зря. Не зря вы поступали на географию. В итоге... Пригодилось. Да. И вы закончили в Кирове, да? Так, как путешествия существует. У всех выпускников есть геофака. Я могу сказать, как выпускница. А, вы тоже выпускница геофака? Только без экономики, без биологии. Ой, как сегодня, коллеги. А поженились вы где? В Кирове. В Кирове поженились. Свадьба была в Кирове. И гуляла родня, и та, и другая. Нет? Гуляли друзья и мои, и его. Но свадьба по грузинским меркам была небольшая на 100 человек. Вы теперь можете сказать об этом. Да, сейчас могу сказать. А по нашим меркам очень даже солидная. На 100 человек. Это да. Правда. А в Грузии была свадьба? Нет. Или только здесь? Он же жил здесь. В Грузию поехали уже в 2011 году. Это спустя сколько лет? Ну, первый раз ездили в 2001. Такая обзорная поездка. Но ненадолго. Просто туристическими целями? Ну, повидать родню, посмотреть страну. Потому что общаясь постоянно с грузинами, я эту страну любила уже заочно. И за вкусную кухню, которую готовили мои подруги грузинки. И за их теплоту. И грузины, которые здесь... Грузия прекрасна. Но они еще, они всей душой... Мне очень хотелось посмотреть. Какое впечатление было первым? Восхитительное. То, что ожидала, то и получила. А меня вот интересует, как встретили родственники Георгия вас в Грузии. Да, замечательно. Ну, как с песнями, с большим бокалом вина. В первую очередь с хлебом с солью. Вот у нас бывает так, что, например, в Азербайджане, что у любимой невестки у ног там барана режут сразу. Кровь впускают. Ну, как... Да нет, он был городской житель, тбилисец коренной. Поэтому все было цивилизованно. Хороший накрытый хлеб, соль. То есть баран уже давно был. Азербайджан все с обидеться. Путешествия в ресторан, как бы нет. Нет, нет, я не обижусь. У каждого свои традиции. Баранов нарезали в Кирове. И систематически я принимала участие. Могла шкурку подержать. Могла ножичком немножко. Вот смотрите. Вот видите, вот это еще и не просто географ, а уже и... А немножко и биолог все-таки. Чуть-чуть есть такое, да. Точно. 2001 год. Вот вы спустя все-таки сколько лет со дня знакомства и со дня брака там побывали? То есть сколько в Кирове прожили? Познакомились мы в 97-м году. То есть спустя 4 года вы съездили в Грузию. 14. А, да, 4 года. 4 года съездили в Грузию. И что? А когда пришла вот эта мысль, чтобы переехать туда? А переехать пришла уже позже, когда уже было двое детей, и мужу перестал подходить климат. Он любил вятку. Он как бы говорил, что я грузин, но я здесь прожил столько лет. Здесь родились все мои дети. У него еще сын мой ровесник, еще две дочки, а потом уже мои трое детей. И все в Кирове. То есть он говорит, что Киров подарил мне детей, здесь прошла моя взрослая осознанная жизнь. Он говорит, что я очень люблю Киров, люблю вятку. Но вот у нас же есть перепады климата. Очень серьезные. Очень серьезные. И уже ему было 55 лет, мы отмечали его юбилей в Грузии, уже вот первый год, когда мы поехали зимовать и посмотреть, как по здоровью. То есть основной предлог, что по здоровью нужно было... Климат вятки для людей, страдающих сердечно-сосудистыми запаливаниями, очень сложная. Знаете, какая интересная вещь. Я вам хочу секрет открыть. Мой папа до сих пор говорит, что мы сюда переехали, и он попросил перевода. Именно потому что для меня, для сердечницы, тут, оказывается, был хороший климат. Я до сих пор не верю в это. Ну вот, ладно. Итак, вы перезимовали там и поняли, что, пожалуй, надо. Да, чистый воздух, свежие фрукты. И, главное, климат ему подошел. Беспокоило меньше. Давление, гипертония. Там лучше себя чувствовал. А как решения принимали? Вот вы поняли, что будет лучше жить там, здоровее вполне. Решения принимали, как они принимаются в грузинских семьях. Я сказал, мы переезжаем. Все. Хорошо. Вопросов нет. Просто и легко. Не надо ничего думать ни о чем. Вот видите, как хорошо, когда муж принимает правильное решение. Да, жена сказала да. Да, не возражаем. Тут и сомнений не было. И правильная жена сказала правильные слова. А с работой как? Мы работали сами на себя. Поэтому все равно переезжали постепенно. Первые три года мы еще работали лето в России. А уезжали осенью и приезжали весной в Киров. Вот. А потом вот постепенно-постепенно уже стали перебираться. Обосновались в Тбилиси? Да. Чем занимались в Тбилиси? Какой бизнес? Строили дом. Ну, работали у вас ведь не сразу. Да. Который и стал гостиницей. Вначале, когда фундамент заливался, это еще был дом. Но мы же понимали, что надо чем-то здесь зарабатывать. И когда наши друзья-кировчане слышали, а их у нас много, и друзей, и родственников, и у мужа партнеры по бизнесу. Вот такие фирмы, как Тракер, Гидравлика, Квант. С их директорами он всегда дружил. Шашлыки вместе жарили. Он говорит, мы к тебе приедем в гости. Гидравлика, кстати, и Тракер приезжали даже. Мы к тебе приедем еще. И он говорит, слушай, а чем мы будем зарабатывать? Дом хорошо, давай это будет гостиница. Ну, вот эта история с переездом из небольшой семейной гостиницы, мне кажется, это такой очень даже хороший вариант. А сами сейчас где живете? Так спланирован дом, что большой дом – это гостиница, и рядом пристрой, где моя кухня и мои три комнаты. Семейная гостиница. То есть я живу как бы не в гостинице, но практически рядом с ней. Просто отдельно. Все равно, когда дети, когда туристы, но опять-таки все под надзором. Это такая история, когда вы приезжаете, и вечером говорите хозяйке, хозяйка спрашивает, что на завтрак? Да-да-да, именно так. И вы заказываете, как маме, что на завтрак. Я люблю вот это, мне можно вот это, я хочу вот это. Мне нравится, это круто. Особенно, когда детки, у людей, в принципе, когда приезжают кировчане, и люди же разные приезжают, не все могут, допустим, вот грузинскую кухню, насколько бы она была вкусной. Я говорю, пожалуйста, если можете и приготовить. То есть сами можем тоже готовить, да? Вот эти ваши гости, они могут готовить. А если сами не хотим готовить, кто готовит? О, тогда доверьте это нам. Мы вам пожарим шашлык в камине, организуем полностью грузинский хлеб, соль. Вы только скажите. Я уже, подождите, у меня передача, слюня мешает уже. Причем шашлык, вот мой партнер по бизнесу, жарит. Я, наверное, сейчас открою секреты, но я думаю, в Кирове этот секрет открывать можно. Потому что самый вкусный шашлык у него получается за счет того, что без всякой мариновки он жарит парное мясо на виноградной лозе. То есть получается именно натуральный вкус мяса. Такой только в нашем отеле можно. Парное, заметьте, то есть вот это вот проблема основная. Барана же это у вас только можно. Ну вот я от обыкновен, сразу вас обижевал. Ну без проблем. Так вы приехали, построили дом, поняли, что это должна быть гостиница. Как долго этот процесс? Быстро. Быстро? Год. Год. Но в этот момент вы все равно должны были как-то еще ассимилироваться, наверное, в этой местности. Или вообще никакого переходного периода не было? Да нет, нормально. Вот так. Люди добрые в Грузии, очень открытые, добрые люди. Соседи, они идут как чуть ли не ближе родственников. То есть всегда помогут, посоветуют, все объясняют. Вот это очень интересная на самом деле история, потому что в некоторых, таких скажем, северных районах люди бывают замкнутые. И когда приезжает кто-то чужой, на него так смотрится со стороны, что приехал, с какими целями. Что вот, например, спросишь, где бы, в какую сторону за ягодой ехать, так тебе чужаку еще и не скажут, куда ехать. Или скажут другую сторону. Или скажут другую сторону. А тут приехал грузин, ну ладно, вернулся на родину, хорошо. Привез с собой русскую жену с детьми. И обосновался еще, хочет конкуренцию создавать с соседем. Бизнес тут открыл гостиничный. Нет, нет, соседки встречали на улице и говорили, здравствуй. А это ты, жена Георгия, приходи ко мне пить кофе, что тебе помочь, там, что ж... Ну это чисто русская, это чисто южная, как бы, вот, подхода. Если тебе что-то надо, ты только зайди, тебе скучно, приди попить кофе. Ну вот вопрос о симиляции, вот, как бы, Светлана задавала. Вот все-таки, ну, невозможно же, вы, наверное, в Кирове не привыкли так, что соседка вам сразу скажет, так сказать. Да уж. Да, вам, наверное, к этому тоже приходилось, к этой культуре каким-то образом. А вы не забывайте, что в Кирове-то 17 лет я с грузинами общалась в основном. Где вы столько грузинов нашли 17 лет? Ну мы же ходили в гости к друзьям. Нам не часто попадают, Садис Алич, правда? Даже в нашей чудесной программе. Ну нет, мы программу-то, как бы, зазываем некоторых, так сказать, хороших людей. Ну, как наши друзья, там, Гена Ахалая, там, и его брат, там, и так далее. Но где вы здесь нашли грузин? Так у мужа же, друзья здесь были уже, когда я с ним познакомилась. А, вы имеете в виду, после того, как вы замуж вышли, вы общались понятно. Порядочное количество у нас живут, тут оказывается, людей из Грузии, Азис Алич. Вот видите, а мы на передачу, у нас еще пару человек. А мы больше и поактивнее еще потом вообще пообщаемся, взяли в первую очередь. Список возьмем весь телефон. Точно, конечно. То есть ассимилироваться не пришлось. Долго, наоборот, вас взяли и погрузили в такую теплую, домашнюю, понимающую атмосферу. Заполнили все, заметьте, Азис Алич. Заполнили там и моментом постройки дома, и досуг даже машин. Причем не мужчины заполнили, а женщины, соседки на кофе. Какие женщины, а? Да, на кофе и так далее. А вот интересный момент. Все равно ты приезжаешь в другую страну, в другую культуру совершенно, пусть даже в Тбилиси. А пришлось ли, например, менять привычки в одежде, в макияже? Так мне ведь и здесь так шибко, как не надо, походить-то не давали, поэтому... А какие запреты существовали? Ну, или не рекомендовалось? Не, не рекомендовалось. Просто если вещь не нравилась мужу, то она уже не одевалась. Например, что не нравилось? Ну, вот была мода, что, допустим, летние брючки, такие достаточно прозрачные сзади, вот такое я не носила. Там, ну, прозрачные кофты, короткие юбки. Все в пределах нормы, там ничего такого. А декольте поощряется? Нет. Даже нет. Понятно. А когда приехали в Грузию, все-таки вот интересно, разница же есть? Нет, в тех же вещах и ходила. Те же джинсы, те же футболки. Слушайте, ну какое декольте у замужней женщины, когда... А что? Прекрасное декольте у замужней женщины. Ну, мужу вот дома и показывают декольте. Ну, что это? Я такой ретроград, понимаете? Некоторые мужья очень любят, когда жены демонстрируют декольте. Когда жены другим показывают? Да, почему нет? Ну, не знаю, не знаю. Здесь нет, все понятно. Хорошо, ладно. А все-таки вот насколько отличалась вот обстановка, вот культурная как бы составляющая, да? Вот потому что нас все интересует, приходилось вам адаптироваться или не приходилось? Адаптироваться, я скажу, но как бы не обидеть. В магазин заходишь и не понимаешь, что тебе эта продавщица улыбается и что она с тобой здоровается. В маршрутке недопонимаешь, когда, если ты заходишь с тяжелой сумкой, тебе не глядя или уступят место мужчины, если все женщины, то они у тебя ее просто заберут. Помогут войти в маршрутку. А вот дамскую сумочку женщины просто говорят, давай поставь-ка мне на колени. Особенно если ты с детьми, да? Если с детьми встанут, уступят место сразу. Причем неважно, ну просто более молодая женщина как бы она... С детям уступят место все всегда. Мужчины просто уступят, потому что... И сыну вот сейчас 9 лет, он спокойно уже на общественном транспорте ездит. Нет такого, чтобы толкнуть ребенка или что-то, потому что здесь вот с дочкой я сталкивалась. Но это уже просто культура наших кондукторов, допустим, они на меня не обидятся. И просто я сама здесь часто вступалась за детей, когда, допустим, у детей мелочь, их оскорбляют, не берут, хотят высаживать. Вот такое, боже упаси, ребенок это ребенок. То есть отношение к ребенку в Грузии... Да, это святое. Да, святое отношение. И девочки молоденькие, вот то, что вот здесь весной, летом, вот могут на них, по сметам на них смотрят, как на детей. То есть вот в этом плане спокойно. И любой грузин, проходя рядом, если увидит, что там же много всяких этих сейчас и арабов, и индусов, вы что, боже упаси, кто-то обидит ребенка. То есть если кто-то, кто-то пристает к девчонке, настойчиво... И ни разу не видела, потому что знают, что... Местные, я имею в виду, вы говорите. Да, и на место поставят сразу. То есть любой грузин поставит на место иностранца, чтобы не приставал, так сказать, к молоденьким. И такого и нету, потому что уже знают, видимо, как-то свои передают, что, боже упаси. Безопасность. На самом деле это то, что я помню из своего детства, очень ярко. Скажем так, там нет чужих детей. Все-таки вот получается, что безопасность больше создают люди, а не правоохранители. Сами, конечно. Когда они безразличны тебе, что происходит рядом. Когда они безразличны, да. Вот я об этом и говорю, что чужих детей там нет. Давайте еще раз напомним, о чем речь идет сегодня в нашей программе «Союз нерушимый». У нас в гостях Мария Келосония, кировчанка, живущая в Тбилиси, совладельца туристического комплекса. И мы вот сейчас как раз на той стадии разговора, когда Маша рассказывает, как она ассимилировалась все-таки так или иначе. Все равно, потому что вот это приятное удивление, о котором вы сейчас говорите, которое у вас вызывали улыбки, сочувствие, соучастие постоянное всех людей вокруг, это тоже ассимиляция. Потому что напряженное выражение лица русского человека, оно очень долго не растворяется в улыбке, в искренне. Ты все время ждешь подвоха какого-нибудь. Ну, когда русский человек убеждается, что подвоха нету. Да, он, конечно... Он раскрывается всей своей группой. Еще хотела сказать название нашего комплекса. Отель называется «Вятка». О, да, вот мы сейчас до этого дойдем. Долго ли вы, кстати говоря, думали, как назвать ваш отель? Нет, не думали вообще сразу. А вы это сделали из ностальгических чувств или с расчетом, что вятские приедут? Из тех, из тех. Ностальгические чувства, они же подхлестывают, потому что все равно очень рады, когда приезжают кировчане. Вот это, знаете, интересно, потому что ты открываешь... Я знаю точно, я буквально в этом мае познакомилась, подружилась с прекрасной польской парой на семинаре в Мадриде. И они рассказывали о том, какое количество поляков ездит в Грузию. Что Грузия – это просто мека для поляков, они туда ездят. Весь тот год у меня были поляки. Вот, подтверждение моих слов. И как раз я вот сейчас про что говорю. Вы назвали отель «Вятка». Я бы, например, подумала, что вы рассчитывали действительно, что будут ездить вятские, к вятским, приятнее, удобнее, вроде свой человек. Однако мы понимаем, что деньги делают, может быть, больше, или кажется мне так, европейские все-таки туристы. Давайте вот немножечко про это поговорим. Вы знаете, цена у нас в принципе одинакова. Тур-бизнес у нас идет такой девиз, что встречаем гостей, провожаем уже друзей. То есть мы стараемся не то, что вот сухо там, вот отель, экскурсия. Мы стараемся показать всю грузинскую душу, чтобы и гостеприимство, и менталитет, познакомить, встретить людей. Потому что буквально встречаем людей в аэропорту, привозим в отель. Вы сами встречаете? Да, я и мой партнер по бизнесу. Встречаем. И дальше уже как хотят люди. У нас нет такого жесткого графика, что мы вас всем встретили, два часа вы приняли душ, и мы повезли на экскурсию. Мы встречаем и спрашиваем, как вы долетели, как у вас настроение. Вы хотите сейчас поехать в город или же в ресторан, или мы сделаем хлеб-соль дома. Но перед этим, конечно, напоим чаем, кофе, хачапури, там вот небольшой столь. А вино как же? Ну и вино, разумеется, тоже. Это же грузин. Ну что, вышел из самолета и сразу вино? Да, что нет, что ли? Как в отпуске бывает? Из рога, да, сразу? А то сразу барана. Ну вино уже само собой подразумевается. Мы сейчас про это тоже, кстати, поговорим. У нас буквально минута остается до перерыва. Я вот сейчас вернусь, делаю шаг назад по поводу дома. И все-таки какого-то маркетинга. Люди строились не просто так, поселились, чтобы продлить жизнь, быть здоровее. Они понимали, что нужно зарабатывать на жизнь. И давайте сделаем семейный отель. А тогда как вы выбирали место для дома? Рядом с родственниками или уже с расчетом на то, как будут туристы приезжать к вам? Мы выбирали именно спокойное место около Куры, потому что в Грузии это все равно жара и в самом центре, во-первых, шумно. Допустим, пожилые люди и люди с детьми им не нужно, чтобы рядом были танцующие арабы. Поэтому у нас именно такое спокойное место. 1200 метров всего на машине от самого центра. И рядом Кура, то есть летом воздух более влажный и спокойный. То есть вы про это тоже думали? Конечно. И самим хорошо, и о гостям тоже будет приятно. Мы сейчас прервемся буквально на короткую рекламу. Через две минуты снова в студии. Продолжается программа «Союз нерушимый». И здесь в студии Азиз Агаев. И Светлана Занько. И наши гости. Наши гости сегодня Мария Келосония, кировчанка, живущая в Тбилиссе, владельца туристического комплекса. Вятка. Который, да, называется таким замечательным именем, названием Вятка. Но мы уже выяснили, что это и ностальгия, и желание, чтобы наши вятские люди приезжали и пропитывались грузинским солнцем. Пили тихонечко грузинское вино, ели порвали грузинское мясо, которое, шашлык, который делался на виноградной лазе. Я могу продолжать. И привозили бы мне святки бородинского хлеба. Я по нему скучаю. Бородинского хлеба. Это всё можно, но не чёрный хлеб. У вас есть ниша для бизнеса, Маша. Прямые поставки. Ниша для бизнеса, я считаю. И сухари после этого. То, что не продалось. Сухари и сушки. Нет, в Рум есть место одно, тоже на набережной Куры, где продаётся пиво вареное там же, рыба, и вот к нему пекётся горячий серый хлеб. Но это туда надо ехать. Это мы только ездим, когда уже... Я думаю, что это надо нашему заводу, Вятич, подсказать. Потому что в Грузии вот поставки кваса, вот это пиво... Это пиво шикарное. Вареное пиво, которое на месте... Грузинское пиво. Ну, крафтовое, конечно, если оно на месте сварено. Крафтовое получается пиво. И во многих ресторанах есть. В Грузии пиво пить. В Грузии, так сказать. А то у нас стереотип пива-то в Чехии. В Грузии тоже вкусное. Ну, кажется, вино это вообще... Да. Ну вот, а ещё, знаете, ни о чём мы не поговорили. Мы не поговорили о том, вот как Маша и как ваш муж Георгий вошли, обустроились, начали дело. И мы поняли уже по вашему настроению, что дело пошло. Да, дело пошло. Дело же я начинала уже одна. После. Да, это всё случилось, когда было... Я осталась там, дом был без отопления. Из мебели только гостри кровати успели поставить. Не было сантехники. Но зато были трое детей. Вот же в чём дело. Дети, Маша и смерть мужа. И недостроенный дом. И страна хоть и любимая, но чужая. И в принципе, я не... Я здесь занималась продажей инструментов и подшипников. В Кирове. В Кирове. То есть от туристического бизнеса. И потом, вот, слава Богу, появился мой партнёр по бизнесу, который просто вот взял за шкирку и сказал, хватит ходить живой и мёртвый. У тебя трое детей, ты должна жить, должна работать. А власть депрессия, да? Да. Не знала, что делать. Да. В первую очередь, наверное, да? К своим, под крылышком, кто позаботится и так далее. Но появился человек, который вас остановил и оставил в груди. Да, гостиница заработала с его помощью. Научил, как возить экскурсии, ездим вместе. Ну, благодаря моему русскому... А у вас только русский или ещё какой-то английский применяется? На английском мы тоже... Русский, английский, грузинский. Поляки что, по-русски говорят? Да. Частично хорошо говорят по-русски. Ну, сейчас у нас больше гостей с России стало. С России, с... С Францией даже недавно были гости. С Дагестана едут. Ну, Дагестан это тоже часть России. Вот сейчас группы с Дагестана едут, с России. С Украины были гости. И с Польши тоже, но меньше. Мария, а как вот дети... Самому младшему 9 лет, да? Да, я хотела сказать про детей. Самому младшему 2,5 лет. Надо расспросить. 2,5, да? Да. А среднему 9, и старшей девочке... Скоро 18. Скоро 18. И так понял, что девочка здесь, учится уже в Кирове. Девочка всё... Неделю как учится в Кирове. Давайте девочку по имени назовём. Алина. Девочка, девочка. Алина. Мы как бы... А мальчика как зовут? Мальчик Мурман и младшая Тамара. Ага, мальчика назвали по имени дедушки. Да. Это такая грузинская традиция. Вот ещё одна она... Ну, и Тамара тоже вполне грузинская. Ну, Тамара это тоже грузинская традиция. Тамара названа в честь моей бабушки. Вот так. Вот бабушка была просто у вас... Директора 46-й школы. ...предвестником того, что... А-а-а. Ну, а сейчас её уже тоже 5 лет как с нами нету. Царство небесное тоже. Мы хотели спросить, а дети как вот эту всю затею и с переездом восприняли, и как освоились там, когда приезжали? Да? Да. У детей друзья, секции. Ну, то есть родители поехали, и тоже поехал ребёнок. Конечно. А там нет никаких вот к ним не относятся, как вот, так сказать... Полукровка? Ну, да. Вспомнила семья из Гаррии. Всё, всё понятно. Всё, я уже понял. Мама уже объяснила. И не надо, мужчины, не надо. Да. Смотрите, а вот очень интересно. Вы сказали несколько раз про то, что сейчас много жителей Африки, я так понимаю, в Грузии. Они как туда попадают? Туризмом едут. В Грузии же более мягкий климат, чем у них. Потом в Грузии даже по сравнению с Россией более низкие цены. Они, туристы, приезжают и уезжают, или приезжают и остаются? Приезжают и уезжают. А вот нет такой... Просто туристы. Это не мигранты, которые сейчас... Нет. Нет такой проблемы, да как вот в Европе... Да нет. С мигрантами, там, миллионы, там, тысячи... Ну, кто-то едет, кто-то работает, но по работе передвигаются, в принципе, люди по всему миру. То есть такой какой-то особой проблемы с этим не существует? А сейчас такой вот политический вопрос, да? Взаимоотношения между Грузией и Россией до сих пор не налажены окончательно. А был вообще очень острый период. Это на вас как-то сказалось? Вы переживали как-то это? Или вообще это... На людях это не сказывалось. Только единственное, что разговоры между собой, что вот эта политика, что она делает. Потому что я говорю, что русские и грузинские народы, они из Паков Фекон были дружелюбные. Во всем Советском Союзе православные были же грузины и русские. А во время Союза больше всего смешанных браков русско-грузинских было именно в Грузии. То есть там всегда любили русских. То есть ни тогда, ни сейчас не было никакого противостояния? Нет. Просто людям обидно, что политически эти конфликты вот так сказываются. Это всегда страшно и обидно. И то, что сейчас происходит между Украиной и Россией, это тоже страшно и обидно. Но это обидно никак не выплескивается, допустим, на отношении между людьми. Это совершенно противоположная история, еще раз скажу, с Украиной, когда целые семьи там ссорятся и расстаются. Но там, мне кажется, та история затяжная, которая сейчас существует, она просто... Здесь нужно учитывать грузинский менталитет, что люди сами по себе более теплые, более благородные. И такого нету, чтобы вот из-за национального какого-то признака в чем-то кого-то ограничивать или ущеблять. Ну, Грузия многонациональный народ. В Грузии, во-первых, в Тбилиси сам очень... Вот у меня по соседству, например, так, что много армян. Мы с ними дружим. У моего сына друзья армяне. Есть где азербайджанцы, допустим. Все мирно сосуществуют. Интересна судьба девочки Алины, которая уже вполне взрослая барышня. Она встречается с кем-то? Нет. Девочка Алина серьезная девочка. Да. Подождите, подождите, это несерьезная вещь. Вот. Она учила польский язык. Это был ее выбор. Но потом она решила, что все-таки она в Польшу пока не поедет поступать. В общем, сейчас она заканчивает в 11 класс, а там будет уже смотреть. Или поедет в Грузию поступать, или будет поступать в Россию уже. В принципе, выбор за ней, выбор ее. Я ее выбор никак не ограничиваю. Просто я ей озвучиваю финансовую сторону вопроса, что я могу, что я не могу. А дальше твоя жизнь дерзай сама. Ну, то есть я не уловила. Она все-таки в Кирове заканчивает школу. А почему в Кирове, почему нет Билиси? В Билиси 12-летняя система образования. То есть чтобы закончить школу на один год быстрее? Да, чтобы не терять год. Ей уже и так восемь. И там на грузинском языке ведется. Нет, почему? Там есть русские школы. Она учится на русском. Это здесь она на русском. И там на русском. Там есть и платная школа при посольстве. И много, вот даже в нашем районе, вот как 3-4 бесплатные школы. На русском языке. На русском языке. Это интересно. То есть в Грузии тоже сохранились русские школы. Конечно. Это очень интересно, правда. Даже этот опыт. В Тбилиси есть потом клуб русских женщин, которые там встречаются по интересам. Вот вы будете смотреть передачу, там как раз его будут показывать. Вы там член клуба? Пока нет. Пока нет свободного времени. Там достаточно грузинских соседок. Ну что, есть кому зайти кофе выпить. Клуб. Нечего, да, в клубы ходить. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Очень много русских подружек. Хорошо. Ну, то есть мне такое ощущение сейчас создалось вот из того, что рассказывает Маша, что вот несмотря на эту всю историю сложную, которая случилась там, да, в 90-е годы и дальше, вот в 2000-е, вот эта устойчивая связь наша, она никуда не делась. И люди, просто люди, действительно, которые не касаются политики, они вполне могут существовать без этой вражды, без этой агрессии, без больших трагедий внутри семей из-за этого. Правда? Да. Как тогда, так и сейчас. Это очень важно. Людей разделяет политика. Спасибо большое, Маша. Мы вам желаем сил, процветания, много клиентов, да, всяких разных, и святки тоже. Успехов вашему отелю. Да, семейному отелю. Семейному отелю. Ну и что сказать, Азиз Алиевич, хочется, правда же? Хочется. У нас не рекламная программа, но нам все равно хочется. Но нам все равно хочется. На берег куры. В интернете сайт есть там все такое? У нас, конечно, есть страница в Фейсбуке, ВКонтакте, мы есть на Букинге. А надо спросить, кстати, много русских отелей в Тбилиси? А вот по чужим отелям я не буду, мне хватает. А мы посмотрим. Потому что, правда, очень мало свободного времени. Не только же занимаемся отелем, занимаемся путешествиями по всей Грузии. Стараемся показать сами, потому что отвечаем за свои услуги, что оказываем. Ну, вот надо сказать, что Маша уставший не выглядит. Видимо, работа в радость. Так вот столько солнца в Грузии. Не то, что у нас две недели и все время дождей. Грузии много солнца, фруктов, вина. Ох, прямой рейс, пожалуйста, из Кирова, вот в Тбилиси. Это наше пожелание с Азизом Алиевичем, правда? Да, да. Встретим утрам по самолетам. Да, и, пожалуйста, пускай победа их, ладно? Вот желательно. Какой-нибудь хороший самолет. Да, спасибо, Мария Келосонья, Кировчанка, живущая в Тбилиси, совладельца туристического комплекса. Сегодня была в программе «Союз нерушимый». Мы заканчиваем эту программу. Азиз Агаев. Счастья и успехов. До свидания, Светлана Занк. Ждем в гости. Всего хорошего. СОЮЗ Нерушимый СОЮЗМОЙ. СОЮЗМОЙ.